МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте! Сегодня в эфире цены Западной Армении на РЭК Арутюнян. Вопросы армян в Западной Армении. При посредничестве Красного Креста 13 спецэрентов перевезены из Арцаха в Армению. Дорога Акна-Аскеран для отправки помощи из Баку остается закрытой. После сообщения о скоплениях войск Баку мы увеличили число патрулей на этих участках границы Маркус-Риктер. 13 сентября 2022 года вооруженные силы Баку нарушили границу восточной Армении. Фестиваль искусств и ремесел в Георганской области. 28 сентября 2020 года Азатамартек Юра-Арутюнян собрал 100 добровольцев, чтобы отправиться в Арцах. Вдруг позвонила супруга и сказала, наш внук Нарек погиб. В тот день бабушка Вера увидела в списке погибших имя внука. Нарек учился в третьем классе, когда семья переехала в Россию. По приезду в Армению перед призывом в армию Нарек сказал семье, я поеду, выполню свой долг и вернусь. Нарек был младшим в семье, родился в 2001 году. Врачи, увидев Нарека, сказали, родился Давид Сосунци с весом более 5 кг. В 6 лет начал заниматься дюдо. Родители считали, что это детское увлечение. Сам Нарек относился к спорту очень серьезно. После переезда в Россию продолжил заниматься дюдо, участвуя в различных турнирах. 10 лет, живя в России, поднимал армянский флаг, был чемпионом мира, рассказывает дед. До призыва Нарек поступил в училище на отделение «Банковское дело». Успел проучиться всего несколько месяцев. 12 июля был призван в службу Марта Керт. Приехать из России и проводить в армию родители Нарека не смогли, но на проводы собралась вся родня. Бабушка, дедушка, родители часто разговаривали с Нареком. Сружба проходила хорошо. По словам деда Юры, Нарека могли освободить от службы, так как у него были проблемы с почками. Травма была получена во время турниров по деду. Выполнять тяжелую физическую работу Нареку было противопоказано. Нарек шесть раз проходил комиссию и вмешиваться никому не позволял. После получения извещения о призыве обнял деда. Дед намекнул, что может посодействовать и по состоянию здоровья решить вопрос с призывом, на что внук ответил. «Дед, родной мой, если ты меня любишь, не делай этого». Накануне войны, по словам деда, Нарек находился в медпункте. От военных ботинок у него распухли ноги. 27 сентября Нарек был в медпункте. По словам деда, командира у них не было. Во время обстрела противника солдаты убежали в леса. У меня был знакомый полковник Марта Керти. Я был с ним постоянно на связи. Его племянника также звали Нарек. Полковник сказал мне, Юра, не волнуйся, Нарек спрятался в лесу. Мы не можем приблизиться к нему сейчас, но попробуем в ближайшие дни. Через пять дней позвонил мне и сказал, прости, твой Нарек погиб. На надгробии Нарека написано, и как бы вы не выпускали голубей, мир все равно приносят орлы. Русско-турецкая война 1877-1878 годов закончилась победой России. 19 февраля 1878 года в подписанном Сан-Стефанском договоре также был затронут включенный в сферу международной дипломатии армянский вопрос, составляющий основное содержание армянской общественно-политической жизни. 16-я статья договора пробудила новые надежды в рамках вопроса армян Западной Армении. В статье также затрагивается вопрос обеспечения безопасности коренных жителей от курдских погромов. В сфере решения вопроса армян Западной Армении турецкие власти широко использовали курдскую элиту и племена, настроив их против армян. Они, конечно, прекрасно понимали, что единственный способ противостоять турецкой угрозе – это объединение курдов и армян. В противном случае двум народам грозила опасность также турецкой жертвой. Армянские деятели предприняли активную просветительскую деятельность в различных районах и открыли школы для обучения курдских детей. Тем не менее, в армянской действительности были люди, которые считали, что продвигаться таким образом – безнадежная и бесперктивная тактика. И курдов нужно всего лишь наказать. Был и другой подход – необходимо распространять христианство среди курдов. Существовали и другие армянские деятели, которые, выступая в непосредственный контакт с курдами, старались в какой-то мере смягчить напряженные армяно-курдские отношения. В начале 20 века в Кавказской и Константинопольской армянской прессе часто употреблялся термин «армянский вопрос» – «курдский вопрос». В конце 19 и начале 20 века позиции курдов в Западной Армении настолько укреплись, что без их согласия было невозможно осуществить какие-либо изменения. Просто так курды не уступили бы своей позиции. И была выдвинута версия, что решение армянского вопроса зависит и связано с решением курдского вопроса. Для решения армянского вопроса прежде всего было необходимо решить вопрос курдов, чтобы удовлетворить их требования. 12 сентября 13 пациентов Республиканского медицинского центра Министерства здравоохранения Арцаха для получения неотложной специализированной медицинской помощи при посредничестве и в сопровождении Международного комитета Красного Креста были доставлены в специализированные медицинские центры Республики Армении. Планируется в течение дня на машинах Международного комитета Красного Креста вернуть в Арцах 5 пациентов, которые ранее были направлены в Армению для лечения в рамках госзаказа. В медцентре Аревик на данный момент стационарное лечение получает 26 детей, 7 находятся в неонатальном и реанимационном отделении. В Республиканском медицинском центре стационарное лечение получает 91 пациент, 5 пациентов находятся в реанимационном отделении, трое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Участники акции в беседе с Арцах Пресс заверили, что сопротивление продолжается. Мы боремся, чтобы в Арцах никакая гуманитарная помощь, направленная в Баку, не въезжала. На данный момент мы осуществляем пересменку, чтобы занять очередь в пекарне и купить хлеб. Вечером мы снова вернемся. Неблагоприятные погодные условия мы преодолеем. Важно, чтобы никакая помощь, посланная нашим врагом, не попала в Арцах. Иначе получится, что мы предали наших воюющих братьев, отметил один из участников акции. Пресс-секретарь Аскеранской районной администрации Анаэд Петрусян заявила, машина с грузом Красного Креста России была осмотрена на контрольно-пропускном пункте на участке дороги Акна Аскеран, после чего направилась в Степанакет. Предварительно были проведены переговоры с активом города Аскеран, в ходе которых стороны договорились открыть дорогу исключительно для российского автомобиля, при условии, что будут соблюдены обязательства российской стороны о том, что проедет только российский грузовик. Также откроется Лачинская дорога. Когда появились слухи и разговоры о скоплении войск Баку, мы увеличили количество наших патрулей на этих участках границы. Мы регулярно сообщали о том, что видели Бруссель. Мы также написали об этом в Фиттер, призывая к улучшению ситуации и ослаблению напряженности. Похоже, до сих пор это работало. Об этом в беседе с Армием Пресс сказал глава наблюдательной миссии Евросоюза в Армении Маркус Риттер. Риттер также коснулся открытия оперативного офиса миссии Евросоюза в Идживане, отметив, что это позволит наблюдателям круглосуточно патрулировать пограничные районы Тавушской области. Сегодня мы открыли офис наблюдательной миссии Евросоюза в Армении в Идживане для осуществления патрулирования в Тавушской области. До этого в этом районе патрулирование проводили посредством нашего офиса в Мартуни. Мы проделали долгий путь, чтобы добраться сюда, и количество патрулей тоже было невелико. Теперь, имея здесь постоянную базу, мы можем круглосуточно патрулировать границу с Азербайджаном. Маркус Риттер также сообщил, что в конце этой недели в Ерегнадзоре откроется главный штаб наблюдательной миссии Евросоюза. Наш главный штаб разделен. Один в Ерегнадзоре, другой в Ереване. Итак, с пятницы у нас появится объединенный штаб в Ерегнадзоре. Позже мы также откроем оперативную базу в Ерегнадзоре для патрулирования участков, граничащих с Нахачеваном в Араратской области, добавил глава наблюдательной миссии Евросоюза. Ровно год назад, 13 сентября 2020 года, около 12 ночи, подразделения вооруженных сил Баку открыли интенсивный огонь по армянским позициям, применив артиллерию и стрельковое оружие в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник также применил БПЛА. Позже Баку применил артиллерию и в других направлениях. В результате агрессии со стороны Баку с армянской стороны погибло 224 человека, в том числе три мирных жителя. По сей день три военнослужащих считаются без вести пропавшими. Правительство Западной Армении выражает соболезнования в связи с гибелью своих граждан. Гехар Куникская область при содействии Государственного комитета по туризму Министерства экономики Республики Армении, Министерства территориального управления и инфраструктуры Республики Армении, Министерства иностранных дел Республики Армении, областных администраций Армении приняло активное участие в кампании по пропаганде культуры и туризма «Медиа-Оникс», которая уже десятый год организовывает международный фестиваль. Фестиваль пройдет в городе Дерижан. Как и в предыдущие годы, Геар-Куникская область представит представителей культуры, действующих в различных общинах области, творцов, ремесленников, культурных организаций, а также типичные для области блюда. Особый интерес представляют деревянные скульптуры мастера по дереву Морсеса Брутяна из Чамбарака. Айко Ванесян представил человодство. Типичную для региона кухню продемонстрировал старший шеф-повар Андраник из Варта-Ниса. Посетители продегустировали пахлаву, шакар-лухум, гату, облепиховую водку, вино, ликеры и соки гавара. В концертной части фестиваля с оригинальными танцевальными номерами выступили воспитанники танцевального ансамбля «Сэван» Дома культуры «Сэвана». За многолетнее участие в фестивале, а также за наилучшее сохранение национальных традиций, область была награждена сертификатом и кубком. И в завершении новостей послушаем армянскую песню «Гуло». Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!